Что сказал? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Только одну фразу рассмотрим. И говорит, что они вам говорят, делайте, а по делам их не поступайте, ибо они связывают неудобно носимые бремена, возлагают на людей, а сами не хотят и перстом двинуть. Дальше это понятно, но что такое на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи? Вот начни расследовать это, и ты увидишь, что это очень и очень непростое место. Явно, что Христос сказал это в неодобрительном плане. Раз в Моисеевом седалище оно было, а какое оно было? Мы нигде этого слова рядом с Моисеем не находим. Я стал с разных позиций рассматривать. Седалище означает сидеть. Потом в словарях проверил, да, это место, кресло, в котором сидел первосвященник, руководитель. Ну, а иногда и простой человек, старейшины, говорит, когда они сидели у ворот города, что-то разбирали, у них были там седалища. И у языческих императоров были седалища. Но Господь сказал здесь о юристском народе. Вопрос на вопрос здесь. А потом для нас важно, чтобы слово Божие было живо и есть, он заговорило с нами. А я на какое-то седалище претендовал в жизни своей или нет? Тем более сегодня 20 января 2008 года. У нас прямо написано, что мы отмечаем день нашей общины первого воскресенья после крещения. А почему после крещения? Ну, там в уставе написано, когда мы были образованы как община. И вот тут есть что вспомнить. А ведь у нас тоже есть свое седалище. Люди, кажется, на своего любимого конька сели. Это тоже есть то самое седалище, та самая тяжелая шапка Мономаха. Когда мне пришла мысль искать от Мономаха, здесь еще новое поприще открылось. Всех Рюриковича пока перебрал, всех Мономаховичей, они так и назывались, в разных областях, где были. То христианства вообще как будто никакого не было. Удельные князья непрерывно воевали и хорошие так и те, которые стремились к объединению. Но это советская трактовка. Под таким углом зрения мы не можем рассматривать Моисея Васильевича. Должны быть принципы построения Царствия Божия. В России это не стояло никогда. Они подсиживали, коварствовали, убивали друг друга, обезглавливали, ослепляли один другого, Василия Темный, князь. Речь идет о седалище, принадлежащем Моисею, а Моисея был вождь. Задача его в основном состояла вывести народ из Египта и приучить их к имени Бога и Югова. Он Моисея, оказывается, и сам не знал. Ему Бог открылся. Зачем бы он вопрошал имя Божие, если бы он знал, то прямо вопрос поставится. И Бог говорит, я и Югова, сущий, исход 3 глава. Так, открылся ему Господь, а теперь это имя насадить там. А они не могли от быков отстать. Сруженики. А они попрежно. Вот это Моисей ушел, они уже быка опять сделали. Значит, привязка к этим быкам очень сильная. И на Моисея в седалище садятся такие ветеринары, от которых избавиться очень трудно. Когда мы раньше рассуждали о том, как много бескопорядков в церкви, и как посторонние люди приходят, причащаются к крещениям, без подготовки. Но мы составляли программу, что нужно сделать, чтобы было по слову Божию. Самое простое, пойти к баптистам. Они стараются по слову Божию. Но они не церковь, это первое. А во-вторых, они отвергают все церковные наследия. То есть никаких канонов, ни соборов. На это мы не можем пойти. Мы реально рассуждали близко, знакомые с сектантами. Они знали наши поиски такие. Мы знали, без священников нельзя. Мы во все концы разостали людей. Сказали, где-то в Грузии, в горах, там есть метрополит, какой-то, Зиновий, он может рукоположить. Все разузнали. И где под сомнением было, мы не стали расследовать, сразу отходили от этого. Видите, наша позиция какая. Все, что было нами намечено, вот я все-таки с самого начала нахожусь здесь, какую-то роль играю, 17 лет. И скажу, что все, что нами было намечено, о чем мы думали, гуляя в лесу, молясь. Мы все выполнили. Я говорю, что отходите из этой жизни, мне осталось меньше, говорится, полутора лет, ну если за 70 лет, то что бы ты хотел еще изменить в общине? Чтобы все были благовестниками, более ревностными. У нас это есть. Более ревностными в изучении Слова Божия, хотя у нас Библия на должном авторитете. Ну, каждому я не могу это вложить. Я тебе говорю, а ты не делаешь, моей вины уже тут никакой нет. А так все. И оглашенные изведите у нас выполняются, подготовка к окрещению, все до одного крещеные в полное погружение, торговли нет. Я напоминаю, что действующих правил, семи вселенских, девяти поместных и святых отцов, 14-ти, 719. Это моя наработка. То есть я видел, какие правила отменены были, какие печатаются, перепечатаются. И из них 413, ну кто математики быстро подсчитает, это 57%. Нарушается ежедневно, целенаправленно, умышленно, неустанно. 413. У нас никто не указал, какое нарушаемое правило. Мы все до одного правила старались вести. И для людей православных это непонятно. Видите, мы не последовали на то, что святость добывать из-за того, что где-то в святое место, в какую-то юрисдикцию я пойду. Мы были там в зарубежной церкви и находимся там не потому, что она святее, а потому что не участвует в каких-то таких главных грехах, какие сегодня известны. Есть авторитет канонов, постарается по канонам. Мы многое получили. Твердо и определенно заявляю, в московской патриархии, как мы находились, нам бы вот эту общину не создать. Ведь мы фактически тоже вошли в московскую патриархию. Только мы еще держимся через это. Нас пока держат эти пять лет, дальше что-то с нами будут делать. Но наша община в таком положении одна на всем мире. Это абсолютно точно. На наше письмо, которое, ну прошение мы разослали, чтобы вот в таком положении, как мы оставили, ни сенот не ответил, и батюшка даже вообще не удивляется. А тут удивился, ну 20 архиереев, 20 священникам там направили в общину. И ни один не ответил, ну хотя бы один мог бы ответить, сказать, получили. Батюшка, а почему они не ответили-то? Потому что они понимают, в этом состоянии, сейчас мы правы, во-первых, раз, а во-вторых, в этом свете они видят, что у них неблагополучно, и дальше трогать нас опасно, мы сразу куда-то уйдем. Они трафаретно мыслят, а мы пойдем к Тихону Омскому, или к Антонию, он сейчас все-российским назначен, у которой я в Лос-Анджелесе жил, преемник митрополита Виталия-то. А у нас и мыслей таких нет. Так, в таком положении, 5 лет они нас вполне могут продержать, а 5 лет это большой срок. Сегодня. Это не просто так. И вот сели на Моисеевом седалище. Главное слово здесь, сели, их никто не садил. На седалище должен сидеть. И мы нигде не перешагнули эту грань. Я, например, нигде не посягнул. Пока меня епископ не рукоположил в храме, я ни одного слова не говорил. Видите, до 30 лет у нас здесь никто не был. Батюшка законно рукоположенный. А они сами сели. У меня достаточно было знаний, чтобы меня можно проразвозить книжникам. Книжники они не так и много знали. И фарисеевства мне хватает. Я такой же два раза пощусь в неделю. Чем не фарисеев? Чего бы мне не претендовала какую-то должность, как Вискарион Сороков. Создал себе там их. Да сколько таких сектантов? Делай обратно христианское новое образование в один день. Сегодня уже больше восьми. Бог сохранил. Мы никуда не пошли. И поэтому, если это последняя наша дата 17-летия, и дальше они нас что-то сделают, растворят, мы все подготовлены для того, чтобы пойти в любой храм. Потому что рабатичка уезжает. Ну кому здесь в крещении ближе какой храм? Идите в те храмы. Мы никогда не отретали благодать. Заметьте, мы прошли буквально по лезвию. Мы не склонились ни налево, ни направо. Мы говорили только, надо жить свято, чисто, проповедить Слово Божие, авторитет Библии восстановить. Мы об этом говорили. Но пойти туда, допустим, нас растворят, которые сегодня никакой активной роли не принимают в жизни нашей общины, ну они уже готовы пойти в Московскую Патриархию. Но тех, которые активны, они и там понесут. Я в этом немало не сомневаюсь. Так что и это еще перед Богом. Какая тут польза, большая или небольшая будет? Я не знаю. Но я только знаю одно, что золото везде остается золотом. Свет останется и там светом. Даже если они нас просто ликвидируют, скажут, мы вас не признаем. Но это очень легко им сделать. Раз не подчиняетесь, Патриарха не поминаете. Да Патриарху святости это не прибавит наше поминание. Но нам нельзя поминать, потому что определенные условия у нас. Они сразу нас за это захватят. Никакого покаяния не было, за сотрудничество с властями, да не сегодня такие же самые. Она просто нас уничтожит. И об этом тоже надо молиться в каждой молитве. Сохрани нас, сохрани. Спаси и сохрани в том положении, как нет. Мы не потеряли ни епископа, и каждый день молимся за Патриарха. Только вот здесь напоминаем. Что будет дальше? А вот на этом Моисеем-то седалище, которое люди сами сели, они как раз все и натворили. Их никто туда не садил. То, что законно рукоположенный епископ, это не означает, что он законный еще. Незаконно это тогда, когда основные принципы христианства нарушают. Ну, поставили, а деньги все могут делать и властям. И он дальше уже делает по-своему, как надо. Первая книга, Сарс, первая глава, девятый стих. Или же, первый священник, сидел на седалище у входа в храм Господень. Вот где, значит, прием. Я так и решил. Правильный должен быть прием. Главное, или одна из главных ошибок православия, неправильный прием в число членов церкви. Да и вообще членства никакого нет. Ну, ты пойди сейчас адвентистов к любому, ну, там, называется церковь благословения, свет пробуждения, и скажи, сколько у вас членов? Они до одного знают, как мы. Мы точно знаем. У нас в прошлом году было 99. Сегодня говорят, ну, написать 100. Да нет 100. Членство должно быть. Сколько крещено, сколько верящено, они этого не знают, православные сегодня. Мы это знаем. Значит, в данном случае у нас в седалище при входе в храм. Вход в число членов общих должен быть через уверование, личное уверование, по слову Божию. Должен быть устав принят. Через правильное крещение. Как у нас поручители несколько лет готовят. Вот это должно быть. То есть он сидел на седалище при входе в храм. Я к этому отношу. Толкование нигде не считал. Просто я не нашел его на этот стих. Вообще толкование. Но по смыслу получается, а зачем ухода в храм? Это у нас, придешь в милицию, мощь еще закрыта, как он в КГБ, не достучишься, а кошечка одно. А у японцев так. Если три дежурных, два сидят там, один все время наружу. Обязан. В любую погоду полицейский должен сидеть наружу. И утрами полицейский. Идет он, любимый всеми. Приходит у вас так, ночью не шумели, не спали. Идет по квартирам, спрашивает. И он покормит, он идет. И поэтому никаких преступлений-то нет. Чуть дела в никую ему сказали на заметку. Завтра пошли. Все ликвидировали. Нигде ничего нет. На этом седалище милиции даже те, которые Бог поставил. На седалище в КГБ те, которые Бог поставил. Они нужны. Целостное государство, тайник там что-то сохраняет. Ну по-своему я говорю. Псалмопевец Давид, 93-й Псалом 20-й стих, говорит Санец. Так. Станет ли близ Тебя, Господи, седалище губителей? А как узнать? Вопреки закону твоего. Все президенты, все правители, которые вопреки закону Божией, Библии, седалище губителей. Вот Россия как раз их и получила. Царь был плохой. Дал хороших. Бищу в лесу. Царя-то вспомнили-то сколько раз за эти годы. И молясь о том, чтобы Бог дал хорошего нам правителя, как раз это слово и вспомнил, Господи, да не будет близ Тебя, ибо мы за Него молимся. Седалище губителей. Филиппийцам, 1 глава, 18 стих. Апостол Павел говорит так. Как бы ни проповедовали, я и тому радуюсь. Притворно или истинно, и далее буду радоваться. Мы должны радоваться любой проповеди. Но сектанты проповедовать неправильно. О Христе говорят правильно. Ну, только и ягодицы все совсем уже. Это не христианская даже секта. А за остальные должны радоваться. Вот они проповедуют сегодня баптисты. Ко Христу ведут первая ступень абсолютно правильно. Они веруют в Него, что Он равен Отцу, равен Сыну Духа Святому. Прекрасно. Литеране проповедуют. Даже адвентисты проповедуют правильно. Как бы ни проповедовали, мы должны тому радоваться. Я нахожу это место. А не так, что мы обязательно должны сейчас их кого-то изгонять или... О Христе правильно, правильно. А дальше мы должны им нести. А что среди них можно трудиться, я имею опыт. У нас в общине есть люди, которые были баптистами, и их дети сейчас делались православными, потому что кто-то сознательный, кто-то за родителями, пришел. Уверовали люди тоже в православии. Для сектантов это очень трудно. Я вот услышал, вчера сказали, наш знакомый был в Москве, вот на днях, на неделю, и пришлось встретиться с Еговисткой. И он стал ей говорить о списании. До одно место, до другое. И она сразу отступила, что нет, я дальше не буду беседовать. Такие вроде бы слова говорят, что так никто православный не беседует. Они говорят, а как я Богу? Ну, свободно, спокойно ответил, как, так и Егова, это сущий, наш любимый Бог Егова. И дальше стал говорить, и она сразу все, у них крайне ограниченное знание. У меня ягодисты не обращались, ими нельзя, они от встречи уклоняются, считать ничего не берут, ну, такой закон, а как я могу? Их и Христос не может достичь. То есть, они замкнутые, их сатана окольцевал, как змеи говорится, хвост с головой замкнулся. Исход, 18 глава, 14 стих, говорит, что судьи должны со страхом судить. И в этом вся милость Божия. Исход, 2 глава, 15 стих. Моисей бежал и пристал к Яфору. И где он познакомился там? Я к чему это говорю? О том, что где он первое свое седалище сделал? Сел у колодца. У Яфора, тамошнего священника, было 7 дочерей. Ну, ясное дело, они, видать, девушки-то были скромные, только рассказали, отец говорит, да кажи им пригласили. У него свои, может быть, какие-то были перспективы. Ясно, одна дочь стала женой его. И это его было первое седалище. У колодца Бог многих находит. Может быть, у водопроводной колонки. И нашли жену Исааку у колодца, Христос Самарянку находит у колодца. Здесь духовный смысл. Там, где есть жизнь, движение, там, где есть подпитка, там, где есть вода, обязательно будут какие-то беседы, разговоры. И к этому тоже надо наклонность иметь. Исход 17-12. Когда воевали с Амаликом, то руки Моисея отяжелели и встали напротив его. А Аарон, брат его, Иор, подложили под него камень, он сел, и они две руки поддерживали с двух сторон. Моисеевое седалище на камне. Я теперь вижу, где борьба. Борьба с врагами. Ну, тут у меня седалище было. Думаю, крепкое. Меня с двух сторон поддерживали. Ветхий и Новый Завет. А Аарон и Иор. Мне пришлось много сражаться в жизни. Может, что-то мне Господь и не позволит. Как Давиду сказал, он говорит, ты много крови пролил, ты не построишь храм. Может, по тому, как нас тревожит это. Но я в духовном плане это уже говорю. Бороться надо, и наше седалище должно быть именно крепко поддержано. Должны быть друзья. Иногда спрашивают, а что такое община? А зачем община? Это семья, большая семья. Это помощь. И в болезни, и в житейских нуждах, и в опасностях, и в молитвенной поддержке. Везде, друзья. Мы настолько родные и близкие. Даже на остановке увидишь, и где-то будто бы в одном доме живем все. Это Бог сделал. Милость Божия, благодать Его святая. Конечно, в церкви встречаются диатрепы, как Иоанн пишет, которые стремятся сами залезть на это. И сектантов это очень сильно развито. Сектанты практически все, какие только есть, залезли на Моисеевое седалище, сами сели, когда их никто не сажал. Никто. Поэтому у нас, если где-то и под поменем, то нет. Но зато по рукоположению все сохраняется. Как у нас в Москве, 20 глава, 23 стих. Что значит сидеть? И где нам какое седалище? Ясное дело, седалище это власть. И вот при жизни Христа некоторые пытались свое седалище подвинуть поближе к Нему. И мать ходатайствовала за двоих своих сыновей, и чтобы сесть по правую и по левую сторону. Мать сыновей Зеведеевых. А Господь сказал, это сидалище сыновей твоих? Нет, меня зависит, где будет стоять. И хотя Он поставил им условие, можете ли креститься, как я крестился, они сразу можем. Они ничего не поняли. Это означает крестную чашу испить. До конца быть верным Христу можем. Но они думали, раз ты условия ставишь крещение правильно, то можем. То и Он теперь скажет, ну тогда садитесь по левую. А Господь все равно остался на том, а это так, но дать не могу. Это только от Отца зависит. Бог и Его, как скажет, ко мне быть. А люди сами решают, мы ближе к Богу, мы канонизированы, все это, это все выдумка. Отец Небесный никому не заявил, нигде скрижали новых, не давал, кто канонизирован, и все это выдумка. И выдумка нечистой воды, как говорят, чистейшей. Вторая глава, третий стих. Мы сами иногда неправильно имеляемся судьями и говорим, тебе хорошо здесь есть, а тебе там. То есть устанавливаем эти седалища. Ну, приходит там какой-то человек с богатым перстем, богатый, ясный на суде. Мало ли что, тем более мне нужна помощь, я все время молю Бога, чтобы Бог дал мне денег, и вы тоже помолитесь. Тема закончена, осталось только выпустить. Если Господь благословит, то это все может выйти. Потому что очень тяжело. Новую книгу еще пришли, пришлось заплатить за новую книгу еще на 6 тысяч больше. Уже, кажется, восьмой или десятый раз как начало выпускать. А мы стоимость так и не подняли нигде. Ну, во-первых, это не мои деньги вкладываются, а во-вторых, никто из вас богаче не стал. Потому что это тоже надо цитить. Вторая книга Езры, 4 глава, 42 стих. Не все, может быть, знают, как люди, охраняющие царя, между собой стали говорить, вы знаете, что самое сильное. И все. Один говорил другое о третьем. И один только сказал, что самое есть сильное. И когда он правильно ответил Езры, тогда царь ему сказал так, ты будешь сидеть подле меня и будешь называться родственником моим. Это очень опасно. Бойся написано того, кто имеет власть умерщвлять. Поэтому свое седалище не подталкивай, никуда не знаешь. Я прожил на основании пирамиды. Как меня в теканке называли, в православии я сценизатором проработал, в чернорабочем. Ну, это моя должность. У меня не было претензий быть священником никогда. Даже одной мысли, это я больше всего страшился. Но что-то другое как-то где-то было. Поэтому постоянно мне священники говорят, а вот эта гордость, что-то там начитал, тогда еще говорили, а не думать или что-то вот... Думать некогда. Надо работать. А какая гордость? Из-за чего? Что я все шишки получаю от всех, со всех сторон долбит, кто бы меня не долбил. У меня нет ни одного круга людей, которые бы все до одного меня принимали. Никогда. Это с этим надо согласиться. Мусульманам ясно, что я не друг. Католики за меня, за одно искусственное православие, за гордость папства никогда не простят. Ну, пора попов у монахов говорить, не надо стектанты. Терпеть меня не могут. Ну и что из этого? Мое седалище здесь. Ну, знаете, что когда меня не будет, может, на это кто-то будет. Ну, по милости Божьей, меня никто не сталкивал с моей должностью. Она все-таки маленькая должность. А вы учитесь этому. И свое седалище, ни справа, ни слева, а впереди ставьте. Мы-то шли и не без ошибок. Мы не знали, куда прислониться. Говорят, у вас устав, потеряется никакой лагерный. Так может быть. Но дайте лучшее. Лучше никто не дает. Мы поехать никуда не можем. Батюшка говорит, вы не покажите священника, который все делает. Я завтра же поеду к нему в гости. Я перед ним приму, запишу, сфотографирую. Но это только один разговор. Нигде ничего нет. А раз его нет, поэтому мы полностью уповаем на Бога. Ну, по милости Божьей, вот сейчас 17 лет сегодня исполняется, что наше седалище Бог не опрокинул. Может быть, мы все тут порисеют, только по внешности. Нас так и называют. Пришли по форме одеты, да еще кланяются в Покровском соборе, распорисеянищились здесь. Ну, так и есть. Мы на это можем только сказать. Те, которые стараются исполнить и по обряду, они дали слишком много миру. Из них произошел паил. Парисея от парисея. Но садухеи, которые говорили, там не надо, тут не надо, обрезали, они никого не дали, кроме враждей в течение 20 тысяч лет. Ни одного святого из садукеев нет. А благодаря парисеям у нас больше половины книг в Новом Завете. Великому парисею. Первая книга Паралепоменон, 28.5. Написано, и не прекратится творитель от Давида на царстве его. Это было сказано Ламону. Это было законное его кресло. За Давидом Соломон был. Это так было и так дошло до Христа. А израильские 10 колен, которые отошли, у них непрерывно были смуты, заговоры, воцаряли совершенно другие люди и потеряли все. Мы сохранили рукоположение. Это одно из самых великих достоинств нашей общины. И когда сегодня начинает с какой-то основной нас качать, спрашивать что-то, нам не стыдно показать. Пожалуйста, у нас алтарь есть, антимин, священник служит. И они это приняли нас без каких-то условий. Ничего нет. Ну, я имею ввиду Синод. Наше седалище оказалось очень проще. Но уже сейчас говорят, а что дало? Ну, больше полгода объединение. Говорили, какое-то движение будет. Я сразу говорю, ничего это не даст. Два мертвеца друг другу не помогают. Должна быть жизнь. Жизнь через проход. К этому не было призова при объединении. А раз не было, ничего и не будет. Михей, 4 глав, 4 стих. Каждый будет сидеть под своей смоковницей, и никто не будет их устрашать. Вот где седалище наше. Может быть, эта милость Божия будет и к нам, нас не тронут, и мы под своей смоковницей так и просидим, может, и место это останется, и дом этот. Я прочитал, и еще раз вернулся, думаю, скажу об этом рановато. Да нет, скажу заранее, будете знать. Мы дожили до воскресенья, и слава Господу, под нашей смоковницей мы ничего не изменили. Евангелие от Марта, 2 глава, 34 стих. 38-39. И говорил в учении своем, остерегайтесь книжников, вот чем они отличаются, любящих сидеть в домах, когда приезжают, и возлежать в собраниях своих, чтобы быть впереди. Значит, вот этого надо бояться, этого властолюбия. Нам говорят, неоднократно, вас не будет, тут борьба за ее власть, и такие глупости слышать приходится. Какая власть? Чего? Ты можешь сегодня начинать трудиться и идти вперед. Мы не говорим, что мы достигли совершенства. И все у нас было идеально. Но задача была выполнена. На большее я был не способен. Мне больше не дано. Специального образования я не имею. И ставлю это себе не в ущерб, а в заслугу. То есть никто меня не корежил. Я просто молюсь и спрашиваю у Бога, самостоятельно считал святых. Еще не поздно, сегодняшний день, вот у нас сейчас будет собрание, поблагодарим Бога. И кто чем недоволен, я всегда говорю, напишите, что бы хотели, чтобы в нашей общине было введено. Но у нас там они Слово Божие. Некоторые уже сегодня давайте все по-русски сделаем, чтобы все богослужение. Не делать этого. При мне не делать. Меня не будет, там я не властью. Но я вам оставляю завещание. Не перешагивать. Просто надо смотреть вперед. Нас сразу сбросят, уничтожат. Мы просили то, чтобы у нас богослужение было по-русски только библейское. Это ветхозаветное чтение, новозаветнее, сталтырное чтение, все больше ни слова не идет. Все остальное у нас по-фаленски. Во-первых, этот перевод утвержден синодом, издается, тут вопросов никаких нет. А дальше, там стоит под условием, церковное начальство должно утвердить этот перевод. Никто его не утверждал. Хотя есть хорошие переводы. Отдельно дома читайте. Нас сегодня никто не трогает. Мы достигли то, чего только мы могли. Мы другой задачи и не имели. Теперь как об этом мы стараемся шлифовать. Как говорится, Латкин чистит теперь свою общину. И не ящищу Господь. В газете написали так, ну это борьба. Но здесь, говорит, ему победы не дождаться. То есть у каждого своя крепость. Я так подумал, и это тоже правильно подвечено. Как я тебе могу подвигнуть идти на благовестие, быть мирным, не капризничать, никогда не обижаться, быть стойким, мужественным, вставать раньше, молиться, пасти. Я не могу, я могу только говорить. Мы соблюли эту свободу. И когда нас обвиняют, что-то у вас там, что-то литарное, ну это просто бред лукавого. Вот сейчас вы разошлись, и ровно неделю никого нигде не дамы наста, чтобы каждое воскресенье были на богослужении. Но это правило апостольское. На стене стоит устав. Но остальное-то, куда ты тратишь деньги? Ну а кто тебя спрашивает? Да, я побуждаю жертвовать больше. На дело Божие. Это действительно так. Но в этом и заключается весь смысл свободы. С кем вы встречаетесь? Полная свобода. Но я постоянно о проповеди говорю. Не исправляйте никакие праздники, ни рождения. Ищите Господа. То есть, ну, у каждого телевизора есть, вы можете смотреть. Но не всем полезно, Павел говорит. Я не имею телевизора, я имею право вас призывать. Это не полезно, он не нужен. Хороший фильм, какой религиозным содержанием? Ну есть. Я могу прямо посоветовать. На днях только получили исторический фильм по местам Иисуса Христа. Там про ландшафт, природу, и как они сеют, и как растирают зерна, как пекут. Ну, все прямо на месте сняли. Многие музеи мира предоставили это. Но очень полезно. И то, что ты будешь считать, тебе будет близко. Я могу рекомендовать это. То есть, Библия же, на основе Библии все это построено. Слово Божие говорит так. У Даниила, считаем, 7 глава, 10-11 стих. А каких еще седалищах? Непонятно кто, но можно догадаться, что это будут 12 апостолов. Судьи сели, и книги раскрылись, и каждый будет судим. Вот эти седалища, пусть будут близки нам. И чтобы мы ходатайствовали за себя в первую очередь, Господи, когда мы уйдем из этой жизни. Чтобы я был судим перед этими судьями, перед Тобою, когда через огненные реку придется проходить. Сегодня все разделения, все беды, церкви, вот идет на этом расколы, их никто не сажал, никто и не давал власти, никто не уполномачивал. Они сами сели, объявляют себя. Но надо смотреть, на этом. Поэтому тот путь, который мы избрали, принято называть царский путь. Я не знаю, тот ли путь называется царским, но в всяком случае на сегодняшний день мы сохранили епископ. И епископ Евтихий по-прежнему наш епископ. Мы ему отослали годовой отчет, эти календари прислали, за него мы по-прежнему волимся. И чтобы Господь сохранил нас попасть под владычество тех людей, которые сами сели на Моисеевом седалище. А чтобы мы избравшие однажды Господа все сверяли по Слову Божию. И таким путем нам откроется вход в Царство Христа истинного Бога. Аминь.